Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В результате воздушного боя нашим силам обороны удалось уничтожить 14 ударных беспилотников. Воздушные бои проходили в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковских областей. Утром 31 января поступает информация, что в Одессе будет отключены от электроэнергии более 50 улиц. Впрочем, как и каждый день, любой день недели это у нас происходит. Причина отключения – плановые работы ремонта электросетей. Примерно в 9 часов 30 минут поступает инфа, что в недрах Верховной Рады разрабатывается закон, по которому в пользу Вооруженных сил Украины будут изымать транспорт логистический и строительный. Логистический – это грузовики любого размера и строительную технику, а также и частный автотранспорт. В начало 12 дня поступает информация от одного очень и очень авторитетного издания, что США и Германия выступают против вступления Украины в НАТО. Причина такой позиции очень простая. Если Украину примут НАТО, то придется НАТО воевать. А НАТО этого делать явно не хочет. Также поступает новость, которая очень ярко характеризует наше время и борьбу с коррупцией. За экс-главу Верховного Суда Всеволода Князева внесли залог в размере 18 миллионов гривен. Он был арестован за взятку еще в мае 2023 года. Сумма залога тогда была 107 миллионов гривен, но суд 7 раз понижал сумму залога. Если честно, я не припомню, чтобы суд кому-то столько раз понижал сумму залога. Ну тут судьи для судьи, рука руку моет и так далее. 12 часов 7 минут. У нас в городе звучит воздушная тревога. Причина весьма банальна и проста. В небе Российской Федерации зафиксирован МИГ-31К, который может быть носителем гиперзвуковых ракет кинжал. А когда они взлетают в небо, по всей территории Украины объявляется воздушная тревога. Практически сразу поступает инфа, что с тактической авиацией была запущена ракета Х-59 в сторону Николаева. В Николаевской области звучит взрыв. Вроде бы наше БВУ эту ракету сбивает. И приходит обновление по МИГ-31. МИГ-31 взлетел с аэродрома Моздок. Скорее всего, это дежурный полет. И в 12.40 поступает оповещение «Отбой воздушной тревоги. МИГ пошел на посадку». 15.15. В Одессе снова звучит сигнал воздушной тревоги. Очень быстро поступает пояснительная информация, что в небе Российской Федерации зафиксировано сразу 6 МИГ-31К. Чуть позже приходит обновление информации по МИГам. МИГи летят в сторону аэродрома Моздок. Скорее всего, это просто тактическое перемещение авиации. В 16.20 инфа такая. Первые МИГи идут на посадку в Астрахани. И в 16.50 приходит оповещение «Отбой воздушной тревоги по МИГам». Около 7 вечера поступает несколько новостей. Новость первая. В Одессе патрульные случайно засняли на свою бодикамеру, как трахают шлюк на поселке Котовского. Запись увидел весь отдел мониторинга и начальник полиции. Также поступает инфа, что есть фиксация запусков дронов «Камикадзе». Запущено несколько групп. Они летят в сторону Херсонской и Николаевской области. Там они сворачивают и летят вглубь регионов Украины. Уже ночью 1 февраля поступает тревожная информация, что Российская Федерация увеличила количество кораблей-ракетоносителей в Черном море. Сейчас там находятся два фрегата и одна подлодка. Общее количество кратых ракет «Калибр» у них на борту может быть до 20 штук. Уровень ракетной угрозы чрезвычайно высок. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Ночь 1 февраля в Одессе проходит спокойно напряженно. Сигналов воздушной тревоги, канонады работы ПВУ, ракетных прилетов и прилетов дронов «Камикадзе» в Одессе зафиксировано не было. Вот такие новости из Одессы. Моим дорогим соотечественникам и землякам мирного неба, всего самого наилучшего, берегите себя, дорогие мои, и даст Бог. До новых встреч. Продолжение следует...